Программа будет состоять из лекции, затем будет маленькая инициация, которую мы не завершили в Конаково, здесь присутствует один кандидат из Петербурга, который не мог присутствовать там, он получит здесь и имеет отчетки. И затем будет концерт, какой-то необычный концерт услышал будет, классический, в Петербурге все классическое, настоящее, никаких подделок не будет. А сейчас будем читать настоящую Бхагавадгиту, как она есть. Ом намо Бхагавате Васудивая, Ом намо Бхагавате Васудивая, Ом намо Бхагавате Васудивая. Ом намо Бхагавате Васудивая. Шримад Бхагавадгита, как она есть, глава 14, тригуны материальной природы, текст 19, сегодня выбран местными преданными старшими, так что если что, то я не виноват. Санскрит. Наньят гуне бхья карта рам я дадра штану пашьяти гуне бхья парам векти мадбхавам садхи гачати. На? Нет. Аньям? Другого. Гуне бхья, кроме материальных гун, карта рам исполнителя, яда, когда, трашта, наблюдатель, ану пашьяти, и видит как оно есть. Гуне бхья, гун природы, ча, и парам, трансцендентного, ветти, знает, мадбхавам моей духовной природы. Моей духовной природы, сах, он, оттигачи ати, достигает. Перевод стиха. Тот, кто видит, что все в материальном мире совершается гунами материальной природы. И кто знает Верховного Господа, запредельного этим гунам, достигает моей духовной природы. Здесь, как бы, косвенно описывается, комментарии прочитаю позже, да, будем читать и обсуждать. Здесь косвенно описывается местонахождение Духа, или Высшего Духа, или Бога. Вот так, таким образом, нужно искать его, по таким углом зрения рассматривать. Ну, наука ищет все в пределах времени и пространства. Здесь другое измерение описывается, то, что еще не освоено современной наукой. Таких измерений физики не знают, качественных, как гунны материальной природы. Отчасти потому, что законы физики, они наблюдаются в пределах проявленной материи, как они сами говорят. Уже эфир, пространство считается для них нематериальным. Они называют это нематериальной субстанцией. Почему? Они объясняют так, что он не имеет свойств. Нет свойств. Если нет каких-то физических предметов в пространстве, мы не видим пространство, оно невоспринимаемо, там нет никаких свойств, нет доказательств, что это материя. Но материя, она присутствует в пространстве. С этого они начинают, как бы, науку. С того, что в пространстве есть уже какие-то объекты материальные. Вот они поддаются изучению, потому что имеют свойства, их можно изучать, а эфир нет. Но в Пуранах описывается, что эфир имеет свойства. И все мы читаем, мы читаем книги про Пхабады, мы знаем, какое свойство эфира. Он способен проводить звук тонкие формы. Это факт, доказанный физиками. Это научно, доказанно сейчас. Мы пользуемся эфиром, пространством. Безвоздушное пространство переносит звук и тонкие формы. Можно передавать на расстояние. Есть такие приемники, передатчики, смартофоны, где угодно. Они действуют вне воздушного пространства тоже. В эфире. Они сами говорят, что в эфире, передача в эфире. Используют также это слово. И, конечно же, над пространством, над грубыми элементами, это самый тонкий элемент, из грубых, есть еще более тонкая материя. Она не фиксируется даже звуком. Это ум. Ум. И ученые ничего не знают об этом. Хотя пользуются умом. Они пользуются умом, но не осознают, не осмысливают, что это за энергия. Что за свойства энергии. Над умом еще и с разумом, и Аханкарой. Об этом современная наука, конечно, еще не знает. Так сказать, научным способом недостижимое это знание. Ничто уж говорить о душе. Так много энергии выше нации, которых просто мы понятия не имеем, даже как ученые. И здесь, как говорится, вот там, за пределами этих энергий, есть паровьема духовного пространства. Или здесь, как говорится, Верховный Господь за пределами гум материальной природы. Любых материальных качеств. И он также пронизывает это творение. То есть он здесь присутствует, фактически, невидимым образом. Как-то здесь пребывает за пределами эфира, ума и разума, этих земли, воды, огня и воздуха эфира. Где-то за пределами, за пределами чего? Качеств. За пределами этих качеств. Вот как здесь описано. Гум. Качеств. Вот он поиск. Вот он угол зрения. Вот на что нужно обратить внимание. Нам, если мы хотим найти научно, осознать существование Бога. То есть высшей жизни, источника жизни, причины. Творение, причины космоса, причины живых существ, причины разнообразия, причина всех причин. Здесь дается это описание. Но качества в этой главе описываются. Сложно постичь. Человеку находящийся под влиянием этих качеств. Вот эта сложность, вот эта наука требует освобождения от низших качеств. Здесь описывалось уже в предыдущих сетях, что нижние качества есть высокие качества. И как мы это с вами поймем, как определим, что низкое качество, что высокое качество? Ну вот невежество, говорят, низшее качество. Скорбь, агрессия, гнев. Способа насилия всевозможного. Как мы знаем, что это низшее качество, что это плохо, низшее качество, плохое качество? Как мы это определяем? На собственном опыте это научно. Это чисто научное определение. Опыт каждого говорит, я не хочу над собой никакого насилия. Не надо на меня кричать, гневаться. Я не хочу болеть. Вы заразные, не подходите ко мне. Это низшее качество, я не могу с ними согласиться. Это противоестественно моей природе. Смотрите, мне не нужно этому обучать. Я просто знаю это. Смотрите, знания есть. Но если я сам обладаю этими качествами, я их не вижу. Вот удивительная какая вещь. Иллюзия этого материального творения. Качества повергают в иллюзию моё сознание, мой ум, чувства, моё суждение, мой разум, мои оценки. Стоит мне самому заразиться гневом и насилием. Я не вижу в себе недостатков при этом. Я не думаю, что это что-то неправильное. У меня есть целая философия, которая оправдывает мои поступки и качества. Что вы меня критикуете? Я могу всё объяснить. Может, вы меня не слушаете? Вот и всё. Это ваша проблема. А я прав. У меня на то есть всякие основания. Я могу найти массу подтверждений того, как живут существа, выживают за счёт агрессии. Это закон природы. Вы посмотрите, клыки и когти даны для чего? А человеку разум для чего? Чтобы побеждать. Применять эту силу нужно. Достигать цели. Природа подтверждает столько примеров. Но почему же ты отвергаешь ту природу, когда она по отношению к тебе поворачивается этой стороной? Ты душа, и ты не хочешь этого. И вот здесь говорится, пока человек находится в определении материальных качеств, он не сможет понять истину. Истинную концепцию жизни. Какое бы качество ни проникло в мой разум, такова будет философия. Если качество невежества проникло в мой разум, философия будет моя. Философия невежества. Я центр всего. Я главное действующее лицо. Я самая важная личность во всем творении. Эго-центризм. Это философия эго-центризма. И я хочу наслаждаться жизнью. И не только наслаждаться, а хочу, чтобы меня еще уважали и даже подчинялись мне и прославляли меня. Если страсть проникнет в разум, я хочу быть богатым и красивым, хочу быть умнее других. И слава меня очень сильно беспокоит. Все, что должен делать, делаю я должен ради славы, либо ради богатства. Должен быть награда. Я просто так не действую. Я не глуп. Страсть мне говорит, должен получать за свои усилия достойную плату. Достойную оценку. И я стараюсь, чтобы мне дали эту достойную оценку. Ради славы. Эта страсть проникает в разум. И человек пользуется этой философией. И абсолютно убежден, что это истина жизнью. Посмотрите, мир так устроен. Факт. Столько подтверждений научных. Но если гуна благости проникает в разум, он видит истину. Уже начинает видеть реальное положение вещей. Он видит, что жизнь качественно едина во всех формах существования. Но это редко. Никто сейчас так не видит. Мы это и знаем из Бхагавадгиты просто. Но если мы спросим друг друга, а вот как насчет страсти и невежества, мы скажем, есть опыт? Есть опыт? Я узнаю о том, что вы говорите. Это очевидно для каждого сейчас. Опыт распространенный. Мы это прекрасно понимаем. Но если речь о гуны благости, о третьей гуны, высшей гуны, ее мало сейчас. Поэтому человек будет, ну как бы, сомневаться, думать, что это как-то непрактично, утопично, как-то вот, ну, неприменимо, что ли. Вот эта вот доброта такая, знаете, беспредельная. Разве можно так выжить? Пользуясь беспредельной добротой? И как можно быть счастливым просто из ничего? И как можно видеть душу в материальных телах? Кто это сказал? Но нет такого опыта в страсти и невежестве. Покрытый гуннами человек не видит душу, не видит жизнь, саму жизнь не понимает. И даже себя не понимает. Он думает, если он получает какое-то высокое положение, вот она, жизнь успешна, вот он, кто я и доказал всем. Но когда все теряет, он жить не хочет. Он не понимает себя вне, вне каких-то материальных атрибутов. Поэтому он сильно радуется, когда что-то приобретает. И очень сильно печалится, если что-то теряет. Вся его жизнь подвержена сильным стрессам. То сильная радость, то сильная скорбь. Вот такие вот сложности. Нужен психолог, психиатр, больницы, медикаменты. Нужны много-много лекарств, чтобы снимать какие-то симптомы. Сейчас стрессы, собственно, это главный бич современного общества. Даже для молодежи. Уже так, даже так. И мы знаем, что особенно молодые люди, они с очень большим трудом переживают стрессы. Очень болезненно. Нередко они падают вниз. Наркотики или думают, потому что это в сумбийстве уже в юношестве, потому что их разум очень хрупкий, нежный. Неогрубевший. Чтобы выжить в этом мире, нужно либо огрубить свой разум, либо освободить разум. Иначе просто мы в больницу попадем с вами. Или просто не сможем выдержать испытаний. Мы упадем, мы деградируем, мы станем асоциальными, мы станем какими-то хиппи, у которых нет ни обязанности, ни семьи, нет ни сил, ни способностей, ни талантов. Нет ничего. Поэтому либо разум огрубляется, то есть должен человек стать черстым к страданиям, собственным и чужим страданиям. Не нужно никаких состраданий, не нужно никакого смирения, нужно стать гордым, тщеславным, укрепиться в этом. А для этого нужна практика. Как мы знаем, обмануть первый раз, серьезно обмануть, смошенничать, это не так просто для человека воспитанного. Но это вопрос практики. Пару раз нужно сделать это и все. И вы уже утверждаетесь. Особенно если находите общение соответствующее. Также убийство. Не думайте, что так просто взять и убить человека, но это кто-то делает. Это нужна подготовка определенная. И это нужно сделать раз или два, и тогда вы утвердитесь в этом. Вот так действуют гуны материальной природы. Гуна карма. Вы делаете, и качество прибавляется нише, и вы грубеете. И еще делаете, и еще прибавляется. И люди говорят, вот, вы стали сильным, могучным, вы не боитесь, можете убить кого-то. Вы отсидели и снова хотите, снова можете убить вас. Вы очень опасный, вы очень серьезный человек. Даже в тюрьме вас уважают и боятся. То есть такой путь тоже может быть. Но это взаимодействие гун материальной природы. Мы видим на улицах людей, которые одеваются по-разному, по-разному себя ведут. Они наблюдают друг друга, они общаются, пытаются как-то выглядеть. Они думают, что вот этот мир разнообразен, интересен. Столько людей, столько домов, в Петербурге красивых, каналов, столько труда. И правда, разве не так? Великий город. Но шастер говорят, это город, построенный при помощи великой иллюзии. Это всего лишь на все гуны материальной природы. Вот и все. В соответствующем сочетании. Ничего более. Прокрытих криама ананигу на их кармане сарвашага. Вимуттатма ганкара картахама тиманяте. Тут говорится, что человек глупый. Вимутта. Очень глупый значит. Не просто глупый. Он думает, что он действующий. А на самом деле действует материальная природа. Его ум – это все еще материальная природа. Его разум – это все еще материальная природа. А кто же действует? Ум, разум, чувства, органы восприятия и приборы, машины, которые создаются этими же инструментами. Действует материальная природа. Я-то тут при чем? Я – инструмент, которым управляет материальная природа. Одно из последних новшеств науки. Отченые загрузили человека датчиками, его голову, его мозг. И посадили за компьютер, где показывали какие-то предметы. Может быть, я сейчас сожгусь в каких-то деталях, но суть эксперимента в том, что когда появляется на экране какой-то предмет, человек должен назвать его характеристику, нажать кнопку соответствующую. И вот, смотрите, датчики прикреплены. Импульс приходит за 7 секунд до того, как человек нажмет кнопку. Импульс от мозга, решение приходит раньше, чем он это сделает за 7 секунд. Как только появляется задание, мгновенно проявляется импульс, в то же мгновение, не думает. Но через 7 секунд после импульса у человека приходит решение, он принимает решение сам, как будто бы нажимает кнопку. Значит, он сказал, он не сам принимает решение. Импульс уже есть. Откуда импульс? Как только он видит, что это воспринимает, импульс уже есть, что делать. Через 7 секунд это становится его решением. Что-то происходит в этом механизме, какая-то трансформация, восприятие. Смотрите, ведь я же так и думаю, я вижу, я думаю. А на самом деле нет. Этот импульс посылается мне. Но я говорю, я вижу, я думаю. Этот импульс посылается откуда, вот я не знаю откуда, поэтому я думаю, я вижу. Если ты видишь, посмотри внимательно. На улице видел одного ребенка. Мальчик. Он к мне подошел, что-то подарил. Я увидел в этот момент, как он смотрит на меня. Для него я уже очень взрослый человек. Он себя никоим образом не отождествляет с моим возрастом. Он вообще не знает, что к нему это как-то относится. Не так. А я же, как я увижу, что он очень скоро станет таким же, как и я. А он этого не видит. Но кто-то этот импульс дает мне и ему. У меня один импульс, у него другой импульс. Я понимаю, что не я это вижу. Это реальность. Это просто реальность. Это даже не нужно видеть. Глазами. Реальность глазами вы не увидите. Глазами вы видите различные импульсы. А реальность находится внутри, за пределами, говорится здесь, этих всех гунн материальной природы. Прежде чем воплотиться что-то на материальной платформе, сначала проявится реальность. Она тоже жива и подвижна. Реальность не застывшая. Это жизнь реальность. И вот жизнь, она воплощается в материю. И вот этот импульс к жизни есть в самом же уме существования и в сверхдуши, которая подтверждает наше желание. Желание – это есть тот самый импульс. Что бы мы ни хотели в этом материальном мире, это можно исполнить. Этот мир очень сложный и огромный, могучный для того, чтобы можно исполнить любые желания материальные, любые желания. Но не все можно исполнить желания здесь, в данном конкретном месте и времени. Вот прямо сейчас и здесь. Нет. Во времени и пространстве ты должен это осуществить, прожить жизнь и совершить определенные усилия, если у тебя есть желания. Поэтому этот мир как бы не волшебный, мы говорим. Вот мы хотим, но без усилий не получаем. А волшебный мир, когда мы хотим, и получаем без усилий. Оно само приходит. Просто рот раскрываешь и все. Это волшебный мир. Мы хотим создать волшебный мир. Вот этот мир, ну не волшебный, или не совсем волшебный. И все же он волшебный. Мы заезжали сегодня в подворотню нашего двора. Достаточно было просто кнопку нажать, даже не при торможенной машине ворота открываются сами. Я подошел к двери, подъезда, достали такую штучку специальную, только приложили, пиум, дверь открылась. Потрясающе чудесный мир. Волшебный. Представляете? Загодите в комнату. Просто нажимаете пальцем, щелкаете, люстры забираете. Просто, знаете, господин. Все для вас. В холодильнике открываете? Полный. А если там еще ваша жена живет, там уже обед готов. О, вы вообще волшебный мир. Да, только для этого нужна жена, деньги, ученые. И столько много всего нужно, трудиться, еще и платить, платить, платить каждый день за свет, за электричество. Вот такой странный мир, в котором мы живем. Гуны материальной природы. Когда гуны вращаются, это интересный момент. Гуны вращаются под влиянием времени. Не мы вращаем гуны. Генератор вращается, дает электричество. Так, это называется гуна-карма. А вот мы за карму уже платим, за все эти пользования гуны мы уже платим. Если мы думаем, что за пользование низшей гуны мы не платим, мы ошибаемся. Даже чтобы стать дураком, нужно заплатить хорошую цену. Кто-то думает, ну чтобы стать мудрецом, нужно заплатить хорошую цену. Да, учиться, нужно столько учиться, столько усилий. Нет, но чтобы стать дураком, тоже нужно совершить немало усилий. Нужно еще решиться на это. А? Хотите? Так никто же не хочет. И тем не менее столько дураков вокруг. В России две главные проблемы. Дураки и дороги, сказали, да, писал писатель. Достаточно людей, которые вот в таком качестве пребывают. Они могут выйти оттуда. Безусловно. Под влияние высшей энергии. Но в качестве невежества они не осознают присутствие высшей энергии. Хотя имеют опыт страха. Этот опыт доступен для людей в гуне невежества и страсти. Опыт жизни. Страх и желание. Страх и желание. Страх и желание. Два импульса. Вот и все. Поэтому религия для таких людей дается в таком же духе. В ад главное не пойти. И желания, чтобы были исполнены. Так люди обращаются к Богу. Потому что не видят его, не знают. Потому что на самом деле, если вы на самом деле живете с Богом, вам не нужно ничего бояться и нечего больше желать. Это за пределами всех этих проблем, которые мы сейчас описали. Вращающихся в этом мире. То очень плохо, то лучше, то очень хорошо. То очень плохо, то лучше, то очень хорошо. То смешная какая-то вещь, то скука, то радость. То печаль, то боль, то радость. И все это постоянно вращается, вращается, вращается. Потому есть страх. Все меняется, все не постоянно. Особенно, если мы чего-то достигаем возвышенного, великого, богатого. Есть страх всегда потерять это, утратить это. Все боятся и состарятся глубоко. Не бойтесь. Ничего страшного в этом нет. Естественный процесс. Конца не будет. Где пропадает? Конец. Вы были юноши, перестали быть юноши. Конца же нет. Были младенцы, перестали быть младенцами. Конца же не наблюдается. Так вы состаритесь, но конца не будет. И умрете, тоже конца не будет. Гуны всегда вращаются, но душа, здесь говорится, сверхдуша за пределами гун. Вот это нужно постичь. Мое истинное сознание, истинное существование не в этом измерении. Сюда опущено, как бы, снизошло мое сознание, энергия души. Сама душа не подвластна гунно-материальной природе. Она находится в ловушке. Никак не связана ни с материальным телом, ни с этими элементами. Но из-за иллюзий думает так. То есть, иллюзия сильнее меня, это факт. Иллюзия – это энергия Бога. Где начинается иллюзия? И где заканчивается иллюзия? Даже мудрецы не могут понять. Как это работает тонкая ловушка? Но шасты все же говорят, как не попасть в иллюзию, как выйти из иллюзии. Все очень просто. Но революционно. Поэтому я даже не знаю, говорить или нет. Хотя это город же революционный. А, я скажу, нет, правда. Аврора стоит еще? Ремонтирует. Да, да, мы готовят уже, видите. Аврора уже ремонтирует, поэтому надо подготовиться. Так что мы начнем уже подготовку к революции. Ну, держитесь. Я надеюсь, что здесь все трансцендалисты. Так, все трансцендалисты. Тогда можно сказать хорошо. Но то я скажу, что шастры говорят. Я не знаю, я не распознал еще иллюзию. Но шастры говорят. Иллюзия заключается в том, что есть мужчина и женщина, и все. Как только с этим будет покончено, мы освободимся от иллюзии. Вайшнав, или преданный Вишну, или преданный Кришну, именно тем отличается. Что он не подвластен женским чарам. Вот это его характеристика. Это абсолютно духовная личность. Не подвластен женским чарам. Вот и все. Вот и вся иллюзия. Причем, смотрите, все живые существа подвластен женским чарам. Но женщины скажут, нет, не все. Не все мужчины смотрят на меня, допустим. Также не все живые существа смотрят на меня. Но они не все знают об этом. Например, паук не смотрит на человека. Паук смотрит на паучиху. А там восемь ног. О-хо-хо. У человека всего две ноги у женщины. И то, какая сила смотреть. Тут восемь ног. Ему не до человеческих женщин. У него гораздо круче. Там эротика, так эротика настоящая. Если кто-то хочет, можно стать пауком. Такие шутки, видите. Слон, когда смотрит на слониху, он без ума. Вы медитируете на слониху когда-нибудь? Не получается как-то. Не идет медитация, правда? Вкуса нет. Но у нее есть талия. У нее есть бедра. И все остальное. Но вам как-то все равно, правда? Вы даже не отличаете слон, слониху, как это все равно абсолютно. Иллюзия не действует. Но на кого-то действует. На слона действует. Но заметьте, пожалуйста, он такой же возраст, как и мы, только отрисляясь с определенным типом тела. И смотрите, для него уже готова приманка. Для каждого из нас готова приманка в этом мире. Для каждого из нас. Чтобы оставаться в этом мире. Это и есть задача иллюзии. Это шастры говорят об этом. Таких жизней было уже множество раз, когда мы женились, разводились, выходили замуж, рожали детей и все остальное делали. Мы делали в каждой жизни. Либо хотели очень этого делать. И либо мы были сильно счастливы, либо сильно разочарованы, либо просто терпели, когда это все кончится. Все это уже было. Мы повторяем тот же самый опыт. И это означает, что существование материальное никогда не закончится. Самсара. Но шастры говорят, как прожить счастливо и эту материальную жизнь с противоположным полом. И достичь духовного совершенства. И то, и другое. Вы не можете человеку освоить от иллюзии силой. Он будет страдать. Страдать не должен человек. Посмотрите, кто-то чувствует, что ему нужен противоположный пол. Шастли говорят, освященный брак. Вступать туда. Вот в таких условиях. Это как раз способ выхода из иллюзии. Если это брак не освященный должным образом, нужна наука сейчас, образование, чтобы объяснить, что такое освященное брак. Нет, это не просто обряд в церкви пройти или где-то в храме пройти. Не, не так. Не обрядовая деятельность. Сознание. Взаимоотношения определенные. Эта наука утрачена. Согласна. Сейчас брак не имеет такой священной основы уже. Но тогда иллюзия остается. Ради того, чтобы преодолеть иллюзию, нам необходимо получить это образование. Особенно в Санкт-Петербурге. Это же столица бывшая России. А сейчас столица это культура России. Факт. Вы думаете, это не сработает? Сработает. Например, Новая Зеландия. Это, говорят, первая страна сейчас приняла официальный закон, что все животные, которые живут в стране, признаны равноправными жителями этой страны. Закон. Вы не имеете права причинить насилие никаким животным, живущим в этой стране, в Новой Зеландии. Закон защищает их. Не только те, кто в Красной книге. Все признаны равноправными жителями этого места. Такого не было еще. Видите? Значит, что-то происходит. Теперь нужно разобраться, как отношения мужчины и женщины строить. Вот здесь говорится. Нужно сначала разобраться, кто мы за пределами гун. Тогда мы сможем строить эти отношения. Вот в чем секрет. Потому что все остальное иллюзия. А иллюзия означает «Моя иллюзия». Понимаете? Я тут господин. В этом иллюзия. Я тут не господин. Но я так думаю. Я эту иллюзию поддерживаю. Я так образован. Я хвожу семью как господин. Как хозяин. А она как госпожа и как хозяйка. И что же происходит в результате? Очень сложное сочетание. Дикое сочетание какое-то. Где боль, обиды, несчастье. Ненужные дети никому потом. Разводы до ненависти. А все потому, что иллюзия так действует.